Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня я хотел бы поговорить о том, в каких активах встречать кризис, и как бы это ни было удивительным, встречать его стоит в золоте. Кто-то это понимает на уровне интуиции, кто-то это понимает на уровне религии, кто-то это понимает на уровне прошлого опыта своих прачуров. Все понимают по-разному, я постараюсь в данном видео объяснить, почему я делаю такой выбор, почему я делаю такой выбор именно сейчас и с некой исторической ретроспективой. То есть у нас сегодня будет небольшое количество слайдов, буквально три слайда я подготовил, которые были взяты с вебинара, большого вебинара продолжительного, буквально три слайда, каким образом двигаются активы в кризис и почему нужно находиться в золоте. Смотрите данное видео до конца, как минимум у вас будет понимание, в каких двух активах стоит встречать кризис и почему. Когда я говорю о драгоценных металлах, что нужно понимать? Мы вот в этом видео говорили о том, как устроена экономика, и что в экономике всегда бывают четыре фазы. То есть там бывает фаза роста, бывает фаза падения, то есть четыре сезона бывает. Весна, лето, осень, зима. Когда мы начинаем вползать в рецессию, замедляется ВВП, люди начинают зарабатывать меньше, падают продажи, увеличиваются складские запасы, располагаемые доходы у населения начинают снижаться. Рецессионная фаза, это самый такой коллапс, когда происходит, предшествует некая фаза охлаждения. И фаза охлаждения, если посмотреть характеристики фазы охлаждения, то происходит снижение темпа ВВП. Уровень безработицы минимальный, промышленность остывает, кредитование замедляется, корпоративная прибыль снижается, центральный банк переходит к ужесточению денежно-кредитной политики. Наблюдается дальнейший рост складских запасов и спады в продаж. То есть основной характеристикой охлаждения экономики, когда ее начинают охлаждать, является ужесточение денежно-кредитной политики. Ужесточение денежно-кредитной политики, это сложно, как мы, как обыватели, можем понять, что происходит ужесточение денежно-кредитной политики. Начинается рост процентных ставок, то есть центральные банки начинают повышать процентные ставки. Почему это называется фазой охлаждения? Потому что центральные банки только переходят к ужесточению денежно-кредитной политики. Стоимость денег только начинает увеличиваться и, соответственно, с момента принятия решения о росте процентной ставки, проходит временной лаг, когда это переносится непосредственно на реальную экономику. Когда вырастает стоимость кредитования, когда кредиты становятся более дорогими, когда люди начинают потреблять меньше. И поэтому именно в фазе охлаждения, в фазе ужесточения денежно-кредитной политики начинает наблюдаться следующая схема. То есть если глобальные экономисты, глобальные игроки, они начинают понимать, что если у нас происходит ужесточение денежно-кредитной политики, это наносит удар по спросу, потому что кредитование становится дорогим. Из-за того, что кредитование становится дорогим, и там же идет плавное ужесточение, то есть не сразу повышают. У России отдельная история, мы сейчас Россию не касаемся, мы сейчас говорим глобально. То есть глобальное ужесточение происходит достаточно плавно. Посмотрите, что делает Федеральная резервная система США. При инфляции, показателях инфляции 8-9%, они же не подняли сразу процентную ставку до 10%. До 11% нет. Они на одном заседании подняли на 0,75%, на втором заседании подняли на 0,75%, на третьем заседании подняли на 0,75%. То есть это идет постепенно. И вот как только произошло первое повышение процентной ставки, нужно понимать, что экономика находится в фазе охлаждения, потому что инфляция достигла таких значений, что не реагировать на нее центральные банки не могут. Иначе это будет угроза всей экономике, когда она выйдет в спираль смерти и начнется самовозобновляющий разгоняться. Почему я про это говорю? Потому что, когда мы это понимаем и осознаем, то после фазы охлаждения наступает фаза рецессии. Повысили процентную ставку, снизили покупательскую активность населения. Население меньше потребляет, предприятия меньше продают, предприятия меньше продают, у них меньше прибыли, они начинают оптимизировать зараты, в первую очередь увольняют людей, начинается рост безработицы. У людей нет уверенности в завтрашнем дне, они перестают потреблять. Все. Фаза охлаждения закончилась, перешли в фазу рецессии. А вот в фазе рецессии, уже экономического нокдауна, центральные банки начинают стимулировать экономику, когда происходит снижение процентной ставки, когда начинают дополнительно печатать деньги, когда начинают заявлять о программе выкупа активов. Это как раз говорит о том, что экономика уже находится в рецессии. И поэтому, когда речь идет о том, в каких активах нужно встречать кризис, кризис это рецессия. Финансовые рынки реагируют быстрее, денежный рынок, рынок акций реагируют гораздо быстрее, чем рынок недвижимости, например. И поэтому получается, что если посмотреть на историческую ретроспективу, сейчас на слайде вы видите, что я вам покажу, три временных периода, каким образом двигались активы. Вот смотрите, фаза охлаждения. Когда начинается фаза охлаждения, и центральный банк начинает ужесточать денежно-кредитную политику, повышая процентные ставки, в первую очередь в мире растет доллар. Потому что флагманом денежно-кредитной политики мировой является ФРС, Федеральная резервная система США. Они всегда исторически первые на это реагируют. А так как экономика глобальна, то, соответственно, уже глядя на ФРС, начинают подтягиваться все остальные. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Так вот, для нас ориентиром является центральный банк. Что происходит сейчас? ФРС повысила процентную ставку? Повысила. Прекратила повышать? Пока не прекратила. То есть продолжают повышать и дальше. И ПАУ заявляет о том, что для нас сейчас приоритет плевать на экономику, для нас приоритет погасить инфляцию. Когда у вас начинает расти процентная ставка в долларах, то вы получаете ставку безрисковой доходности в долларах достаточно высокую. Вы начинаете распродавать иные рисковые активы. Акции, сырье, облигации, акции развивающихся стран, да? Потому что у вас в стабильной экономике появляется привлекательная доходность от надежного инструмента. Вы можете купить облигации США под привлекательную доходность. И возникает в моменте очень большой спрос на доллары в мире. И поэтому, когда происходит ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС, первым делом растет доллар. Я как мантру повторял, наверное, с 2017 года. Ребята, долларовый кэш, долларовый кэш, долларовый кэш, наше все. Почему я это говорил? Потому что у меня есть вот эти вот цифры графика. Потому что первый импульс, первым, кто начинает расти в период ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, доллар. В среднем доллар в этот промежуток времени вырастает процентов на 20. Временной период занимает порядка от 6 до 12 месяцев. Происходит укрепление доллара. Но после того, когда экономика уже свалилась в рецессию, когда погасили инфляцию, нужно делать обратную историю. То есть нужно уже взбудоражить экономику. И нужно взбудоражить спрос. То есть нужно опустить процентную ставку. А если снижение процентной ставки уже невозможно, то дополнительно напечатать денег. И, соответственно, в этот период, когда происходит период смягчения денежно-кредитной политики, начинает активно расти золото. И когда вы это понимаете и осознаете, если посмотреть, каким образом происходит движение по процентным ставкам, вот посмотрите на слайде, что мы наблюдаем. Ужесточение повышения процентной ставки, плато. Когда возникает плато 2-3 месяца подряд, уже Федеральная резервная система США не повышает процентную ставку. То есть они повысили до какого-то уровня. И смотрят, наблюдают, да, то есть что происходит с экономикой. Вот когда вышли на плато, нужно преимущественно перекладываться из долларов в золото. Это первый вариант, кто хочет спекулировать. Я к этому не призываю. Я говорю о том, что встречать кризис нужно в долларе, потому что первый импульс, первую доходность вы получите по доллару. И вот в этом видео как раз-таки мы про это поговорили. Я рассказал, почему я в долларе нахожусь сейчас, несмотря на высокую инфляцию. Второй шаг будет снижение, смягчение денежно-кредитной политики. Глядя на слайд, можно увидеть вот эти вот плато, на которых зависает ужесточение денежно-кредитной политики, но может не произойти. Может произойти сразу резко, да, как в ковид это было, да. Буквально мгновенно отреагировали, сразу опустили процентную ставку, напечатали там за полгода 4 триллиона долларов. И на это можно не успеть отреагировать. То есть плато может быть непродолжительное. И в этом случае не имеет золота, достаточно губительно. Давайте вот на графике, каким образом происходит движение активов. Зеленый график – это доллар. Фиолетовый график – это цены на коммерческую недвижимость США. Ну, золотистый, оранжевый график – это золото. Красный график – индекс Dow Jones. Вот вам пример, да. Фаза охлаждения. Доллар начинает расти, вырастает на 20%. Все, попали в рецессию. Это рецессия 2000 года в США. Попали в рецессию. Начали проводить стимулирующие меры. Снизили процентную ставку. Доллар пошел вниз. Но золото стало расти. И золото, соответственно, прибавило плюс 30%. То есть, когда вы находитесь, встречаете кризис, когда вы видите, что центральные банки начинают ужесточать денежно-кредитную политику, находиться нужно в двух классах активов. В долларе и в золоте. При этом в долларе две трети, в золоте одна треть. И постепенно раз в три месяца делать ребалансировку. Если доллар подрос, а золото упало, вы доллары продаете, золото перекладываетесь. Постепенно это делаете. Когда вы увидели плато, нужно сделать обратную пропорцию. Две трети золота, одна треть доллара. Потому что к этому моменту рынки еще будут падать. То есть, рынки могут упасть еще процентов на 20-30. И это не время покупать. Поэтому лично я... Ну, то есть, это пример 2000 года на слайде. Пример 2008 года. Примерно сопоставимая динамика. Растет доллар. Фаза охлаждения начинает ужесточать денежно-кредитную политику. Рынки заваливаются и идут вниз. Соответственно, на фоне роста доллара падает цена золота. Потому что оно в долларах торгуется. И начинается смягчение. Начинается печатать деньги. Что у нас происходит? Доллар уходит вбок или вниз. А золото вырастает. На те же самые сопоставимые 30%. Поэтому, если мы просто встречаем кризис. То есть, это как минимум. Этими двумя инструментами удается защититься от глобальной инфляции. Два. Иметь высоколиквидные активы. Ну, давайте напоследок посмотрим, что происходит в настоящий момент. То есть, мы переходим в наши дни. С июня 2022 года Федеральная резервная система США ужесточает денежно-кредитную политику. Было очевидно и понятно, что при инфляции там 8%, 7-8% на начало года. Было понятно и очевидно, что ФРС придется ужесточать денежно-кредитную политику. Доллар уже вырос там на 20% плюс в корзине мировых валют. Где у нас находится золото? Золото находится в противоходе. Золото находится в минус 6%. И поэтому, наверное, если говорить о том, где находиться сейчас и каким образом стоит структурировать свой капитал. 50 на 50. 50% доллара, 50% золота. Но более подробно еще раз. Это всего лишь 3-4 слайда из презентации, на которые я говорю, когда закончится кризис, каким образом можно использовать текущие возможности для утроения капитала в следующие 3 года. Ссылка на данный вебинар бесплатный, друзья, вебинар. Именно в это непростое время, когда у нас очень много эмоций и очень сложно включить рациональное мышление. Все-таки я стараюсь уйти от мозга рептилии, от нейрофизиологии и призвать людям немножко успокоиться и спокойно посмотреть информацию, как лично я собираюсь эти кризисы преодолевать. Я не Ванга, я говорю собственный опыт, что лично я делаю. Здесь мы сейчас говорим глобально о том, что делать именно россиянину с санкционными ограничениями, с инфраструктурными рисками, которые возможны, с рисками связанными с тем, что международные инструменты купить практически невозможно. Я говорю, что делать здесь прямо в России, если вы остаетесь в России, если вы не эмигрируете. Но, кстати, для вас это может быть полезно, даже если вы находитесь вне территории России. Потому что схема работает везде. Здорово, если вы находитесь за периферией России, потому что у вас просто больше возможностей. У нас внутри России возможностей меньше, но они опять так же есть. И вот что лично я собираюсь использовать, я рассказываю на вебинаре. Он бесплатный, проходите по ссылке, я буду рад вас там видеть, слышать и ответить на ваши вопросы. Но сейчас, по факту, что мы видим? Вот такую картину. Сейчас неплохо покупать золото. Сейчас в настоящий момент я покупаю даже физическое золото. Почему физическое? Это в монетах. Также я говорю о возможности, которые могу дать, что у меня цена на 3% ниже, чем в целом в России можно купить золото. А если говорить о цены банков, вообще все 5-6%, наверное, ниже. То есть я рассказываю, с какой возможностью можно воспользоваться, если вы не знаете, если для вас действительно будет вариант покупки физического золота. Почему физическое? Тоже объясняю. Но в двух словах я вам скажу, что с начала года мы видим, что цена на золото упала. А запасы, физические запасы золота в Лондоне, где происходит выставление котировок и определяют, какая у нас будет цена на золото, сократились в 8 раз. То есть странно очень, да? Цена падает, но золото физически вывозят. Почему это происходит? Моя гипотеза тоже на вебинаре. Я об этом рассказываю, что мы по факту имеем, к чему это может привести. Я думаю, тоже для вас это может быть полезно. Опять-таки, YouTube не предполагает такого формата, чтобы я мог длительное время об этом рассказать на своем канале. Поэтому проходите на вебинар. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. Следующее видео будет про сельскохозяйственную землю. Лично у меня, да? То есть каким образом я использую, как я на это смотрю. Когда опять-таки появился этот вариант и на что можно сфокусироваться в настоящий момент, если вы хотите использовать такую же стратегию. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Продолжение следует...